добрый вечер волкодава наняла в телохранители князинка елень и несмотря на то что как бы это и было ее собственное решение она этому решению смущается и когда волкодав пришел к ней в кром и надел под одежду кольчугу она засмущалась и попросила его снять и оставить эту кольчугу в доме не решившись чтобы он на людях показался что он в кольчуге они поехали встречать различных купцов которые приезжали из различных городов и князинка елень сама своими руками вручала им такие некие бирки которые позволяли давали им право торговать где угодно и мы закончили как раз на том моменте что уже подходили к концу те гости которые приехали в галерат с которыми общалась князинка елень стран городов из других даже с других материков и обычно те люди которые приезжали к несенке уже не первый раз торговать галерат они старались привести с собой что-нибудь чтобы порадовать к несенку были уже последние галератские гости которых к несенка елень приветствовал и вручала им вот эту вот бирку на разрешение торговли когда толмач то есть переводчик с других языков попытался напасть на к несенку елень он был переводчиком с купцом из шоссе тайна из степей где водились самые лучшие кони он сразу насторожил волкодава тот обратил внимание на несоответствие сапог ну как бы кисточек на сапогах виду самих брюк да потому что они у каждого были свои особенные и со знаками определенными и оказалось что и рукава у рубашки были выбраны таким образом чтобы они скрывали запястье оказалось что именно в этих рукавах этот толмач скрывал ножи но волкодава удалось уберечь к несенку он повалил трон деревянный на котором она сидела сам ринулся прикрывая ее с собой и как раз в этот момент мы с вами расстались продолжаем он свалился в пыль пиццы и в первую мыслью было оградить госпожу однако дружина уже обо всем позаботилась к несенку подхватили укрыв за необъятными надежными спинами волкодав слышал ее голос испуганный недоумевающий поднялся и лучезар которого шибло тяжелое кресло у у тебя от ярости он указывал на пальцем на волкодава и кричал к счастью для вина народ пощадал и указывал на убитого перепуганные кони громко ржали порывались аллигация слуги повисли на уздечках с трудом удерживая могучих зверей шоссе таинскому купцу уже заломили за спину руки а над толпой распространялась точно волна от упавшего камня витал клич бей сигванов это не сигван тщательно разыскивая взглядом боярина круто во всю мощь закричал волкодав правый не отозвался и вен понял что надо что-то предпринимать самому однажды очень далеко отсюда он видел как из большого города каких-то иноплеменников и ненаверцев на которых свалили пропажу золотого покрыта из местного храма это было страшно волкодав мигом представил себе как добрые галерации камнями и палками по горе телу а в дику аптахара громят и без того бедную мастерскую старого хромого вороха да и как сами жить то станут после этого волкодав поднялся и тут боги пришли ему на выручку из людской круговерти вынурнул стражник тот самый белоголовый крепыш с которым он когда-то мерился силами за корчевным столом волкодав мертвой хваткой взял его за плечо это не сигван парень слышишь скажи бравлину он тебя ранил присмотрел по рубахе вена по груди левому боку в самом деле распорвали расплыва темных пятна волкодав отмахнулся скажи всем что убийца никакой не сигван понял давай белоголовый оказался понятным ну и на проложь пошел с толпу точно сквозь ком улась больше но в шейко и где драки прекратились сами собой а выкрики стали реже и тише зато к волкодаву подошли сразу четверо витязи во главе с крутым один из них был лучезар вор глядя прямо на вена немедленно обвинил его левый теперь же не было сомнений на кого он указывал волкодав промолчал и делу чезар проследи чтобы купца отвели в кром но никаких обид не чинили пока не разберемся хмуро говорил правый еще кабы вину заглаживать не пришлось а ты парень сговорились а вор повторил лучезар сам разбойника разбойника нанял отличиться надумал дыши и дружку сломал чтобы остаток доплачивать не пришлось что скажешь парень спросил крут волкодав ответил госпожу не зашибло не зашибло сказал крут так ты слыхал что боярин говорит чем докажешь что чист в это время к ним подошел еще один витязь вот они ножички сказал он показывая на ладони два широких как ложки клинка без рукояти один в донце кресла застрял еле вынули другой еще чуть и не угодил прям вот мне впряжку бы ремня так вот же другой еще чуть не впряжку бы ремня так в живот бы мне угодил боярин круто смотрел сияющие лезвие опять повернулся к волкодаву чем докажешь что чист тот вдруг ощерился точно цепной пес надумавшись бросить ошейник а вот этим мечом у нас за клевету вера не спрашивают нет не зря государь глуссо спокойно душой оставлял дочери город юная кнесенка заставила расступиться дружину во второй раз за одно утро бесстрашно развела готовых к убийству мужчин вы властно прозвучал ее голос лекарь сюда где и лад вели госпожа чтобы не обижали сигванов сказал волкодав это не сигван на тебя покушался а кто же спросил крут никто сказал волкодав они называют себя никто осмотри тело и где-нибудь в потаенном месте я думаю видишь пометку знак огня только наизнанку тьфу сплюнула левый нечего было ему шею ломать уж мы бы проспросили волкодав не ответил боярин дело говорит сказал крут волкодав усмехнулся одним уголком рта и неприятно и зло произнес счастлива земля где не знают этих убийц сам то ты откуда знаток выискался вот именно сам сказал лучезар волкодав пропустил это замечание мимо ушей а круту ответил ты меня уже тридцать три раза висельником назвала кому же как не мне с убийцами знаться хватит притопнула вырезным башмачком конесенка елень ступай лучезар купца бихоть но смотри пальцем не трогай эй где и лад а ты волкодав сказывать толком какие такие убийцы у них своя вера госпожа сказал вен они поклоняются марани смерти и думают что совершают благодеяние убивая за деньги он ничего не сказал бы на допросе только славил бы свою богиню за муки и смерть кнесенка не дослушав оглянулась и лад ну где и лад сделалось ясно что все это время она мало что замечала кроме пятен на его рубахе ты ранен был когда впожал плечами это не те раны которые помешали бы мне служить госпожа из-за меня было написано у нее на лице из-за меня все в меня летели ножи и если бы я не велела тебе оставить дома кольчугу как выяснилось и лад успел сладко задремать на своем кожаном ящике он благополучно проспал и покушение всеобщую суматоху и переполошно подхватился только тогда когда кто-то из воина взял его за плечи хорошенько встряхнул он неуклюже подбежал кнесенки переваливаясь с ноги на ногу и отдуваясь что с тобой государыня не со мной отмахнулась она мой телохранитель и ранен перевяжи его волкодав не был тяжело ранен ножи предназначенной кнесенки лишь резанули его оставив две глубокие борозды порезы конечно болели кровоточили но ни о какой опасности и речи быть не могло если бы волкодава спросили он бы сказал что вполне достаточно пока перетянуть их какой-нибудь тряпицы почище а потом в крепости или дома промыть ну или может быть зашить однако никто его мнение не спрашивал кнесенка считала что он пострадал за нее и к тому же по ее вине и тем было сказано все торговец пряностями чья палатка находилась неподалеку провел их с эладом под матерчатой кров и оставил наедине палатка благоухала перцем корицы еще тысячи всевозможных приправ элад раскрыл свой ящик и принялся перебирать коробочки из клянки стараясь не поворачиваться колокодаву спиной его движение показались вену не слишком уверенными еще бы подумал телохранитель домашний лекарь привыкший стоять состоять при здоровых в общем-то людях которых приходилось врачевать но разве что от нечастой простуды до последствий непривычной еды и вдруг его мягкотелого кидают на горячую сковородку с просонья тащат зашивать раны да кому свирепому вену с неведомым прошлым может быть даже и темным волкодав сложила на пол ремень ненужное стащила рубашку оставшись голым по пояс рубашку пришлось отдирать от тела в тех местах где ее успела приклеить кровь по счастью ножи были отточены на совесть и разрезали ее как бритвы ровно и чисто если осторожно отстирать и зашить она еще послужит элад наконец нашел что искал и повернулся к терпеливо ожидавшему волкодаву держа в руке малюсенькую чашечку и стеклянный пузырек присмотрелся да и застыл тараща глаза волкодав не очень понял что такого особенно увидел в нем лекарь а холесунец вдруг кинулся вон из палатки со всей скоростью на которой были способны его короткие ноги госпожа беспрепятственно долетел тонкий сквозь тонкую просвечивающуюся стену его испуганный голос именем лунного неба заклинаю тебя удали от себя этого человека о и вероничка с нами наконец-то а то я уже тревожиться началась куда ты делась о чем-то элад удивилась кнесенка он опасен госпожа захлебывался лекарь он может причинить тебе зло волкодав начал кое о чем догадываться нагнувшись он вытянул из кожаного короба полосу белого шелка решил сам сделать повязку потому что кровь стекала по животу и левому боку грозя испортить хорошие кожаные штаны говорит толком досадливо зарычал снаружи боярин крут это вен клейменный каторжник господа госпожа заторопился холисунец он бывал в руках палача его страшно пытали он преступник он и лад перебила кнесенка госпожа я вернись и помоги ему и лад сказала кнесенка и волкодав подумал что серебряный колокольчик оказывается умеет звучать как стальной ты слышишь и лад волкодаву показалось будто несчастный лекарь всхлипнул вновь зашевелилась дверная завеса вернувшийся и лад наклонился на на враждебный взгляд натолкнулся на враждебный взгляд серо-зеленых глаз и тут видно только сообразил что телохранитель отчетливо слышал каждое его слово руки у него задрожали клейменный преступник явно собирался его зарезать а кнесенка та самая кнесенка которая когда-то в пеленках лежала у него на коленях кнесенка елене решительно откинула в холод входное полотнище и шагнула внутрь этот человек спас мне жизни лад сказала она резко делай что надлежит следом за нею в торопях чуть не своротив плечом опорный столбик в палатку в лес крут покинуть дочку на съедение лютому вену он определенно не мог вели госпожа чтобы не обижали сигванов повторил волкодав она нетерпеливо кивнула я велю сделай это сейчас пока лекарь меня лечит глядя и в глаза сказал волкодав беды бы не нажить тебя не спрашивали проворчал круг крут кнесенка дернула плечом повернулась и вышла боярин остался в палатке волкодав опять забеспокоился не случилось бы чего с госпожой но тут же увидел наколеблемым ветром тени есть стене тени витязи окруживших девушку и тревогу улеглась от боярина не укрылся его взгляд между тем на бедного и лада жалко было смотреть он вытащил из короба еще один пузырек насколько можно было унюхать в пропитанные запахами палатки в первой склянке помещался сок тысячелистника запирающий кровь а во втором жгучие желчью настойка на крепком вине такой прижигают мелкие царапины до синяки чтоб быстрее проходили открытые раны только смазывают вокруг за что на каторге был вен спросил крут волкодава не хотелось об этом распространяться он повернул голову собираясь проворчать ни за что но тут лекарь доведенные до совершенного душевного смущения перепутал бутылочки и полил ему едким только узор на клинках травить настоем прямо на рану волкодав зашипел от неожиданности и шарахнулся прочь борозду на груди охватил жидкий огонь от которого побелели глаза и на несколько мгновений все тело перестало слушаться и лад тут же отпрянул не понимая в чем дело а потом внимательнее посмотрел на скляночку у себя в руке и схватился за голову вот что иди-ка отсюда пока до греха не дошло боярин крут взял лекарь и запухлое плечо и слегка подтолкнул направляя в сторону выхода сам все сделаю а ты вен повернись подними руку отдышавшийся волкодав вскоре понял что старый витязь как и положено войну в ранах разбирался отменно как-то догадался что это не толмач а убийца ворчливо спросил крут продевая изогнутую полумесяцем иголку и ловко затягивая узелок узелок ему а я четыре года только и делал что таких вот лиходеях заугольных выглядывал боярин свел вместе края второй раны велел ему придерживать и принялся на чем светко стерите лада обзывая лекаря ну самое мягкое канавалом но меня он пока еще не положил усмехнулся волкодав он поразмыслил а еще сказал круту кто-то хочет чтобы госпожа умерла я не могу быть при ней круглые сутки воевода а надо чтобы было по крайней мере еще два человека хорошо бы чтобы ты их подобрал ты после к не совсем здесь отец а я их научу всему что умею умелец хренов запыхтел боярин скажи лучше почему кольчугу лапать не вздел волкодав сказал не подумал когда он вышел наружу кутэ полу голое тело взаимствованные у боярина плащ ему помстили с другой стороны палатки какие-то непонятные звуки волкодав нашел глазами кнесенку удостоверился что она под надежным присмотром и пошел проверить что в чем дело он не особенно удивился найдя за палаткой холисунца толстый лак горько плакал укрывшись от людских глаз под навесом шатра вен подошел бесшумный лекарь его не заметил некоторое время волкодав стоял неподвижно хмуро глядя на холисунца а ведь добрый лекарь наверное очень добрый тоже небось читал книги и про зелхата мельсинского слышал поди 77 болезней по глазам узнает еще 33 по ладони за что же его так какие-то покушения убийства телохранители хуже всяких убийц тут не то что с испугу скляночки перепутаешь до самого забудешь как звали что же его теперь казнить заплошность волкодав опустился рядом на корточке и тронул лекарь за колено и лад увидел его и заслонился руками вен раздвинул полы плаща посмотри все ли правильно сделал и лад торопливо высморкался и стал смотреть я жег тебе рану телохранитель рубец будет волкодав пожал плечами одним больше ты вот что сказал он холисунцу кто-то хочет погубить госпожу сегодня нож бросили завтра не вздумали бы отравить ножи всплеснул руками лад а вдруг он тоже отравлен был бы на них яд сказал волкодав я бы здесь не сидел больше всего питомцы смерти любили мгновенное зелье которым было достаточно попасть хотя бы на кожу человек умирал прежде чем лекарь успевал поднести противоядие надежное оружие против правителей чем-то не угодивших марани и лад подхватился земли убежал забыв отряхнуться от пыли волкодав подумал о том что у каждого убийцы водились свои привычки этот может быть славился как непревзойденный мастер ножей и вовсе никогда не связывался с ядом евриха он во всяком случае пырнул удивительно ловко и чистым ножом но мало ли что да и яда бывают разные вдруг уже кровь разносит по телу тайную смерть глубоко в животе возник тяжелый ледяной ком что ж если лад найдет отраву и распознает ее можно будет еще надеяться волкодав поправил на плечный ремень и подошел к несенке и молча встал у нее за плечом на обратном пути в кром волкодав ехал по-прежнему справа от госпожи держась чуть позади никто уже не оспаривал у него этого места город успел прослышать о покушении народ покинул дома и ремесленные мастерские чтобы толпами встать вдоль улиц каждый хотел убедиться что собственными глазами что любимая государыня живая здорова кони выступали медленным шагом к несенка елень махала горожаном рукой а волкодав знал как чувствует себя человек которого только что пытались убить наверняка девчонки за каждым углом мерещился новый метатель ножей и хотелось только одного добраться поскорее домой забиться под одеяло и три дня наружу носа не казать может именно так она и поступит оставалось только удивляться выдержки юной правительнице которая одолевая страх позволяла народу на себя насмотреться по дороге случилась только одна неожиданность когда проезжали близ мастерской вароха озирая толпу волкода вдруг увидел свое семейство выбегавшие из переулка все были здесь эти лоран и еврих и нелит и зуйко даже старый мастер ковылял вовсю прыть сноровисто работая костылем лица у них были полоумные не дать не взять потеряли самого близкого человека волкодав видел как они заметили его и остановились точно налетев на невидимую препону а потом не лит бросилась на шею телорную кажется разрыдалась а еврих ухватил дедова внучка и с неожиданной силой подкинул его чуть ли не выше забора волкодав хотел помахать им рукой но передумал и только кивнул вечером вернувшись домой он узнал как в мастерскую вароха прибежали соседи сальвены они принесли весть о покушении и собрались защищать дом от разграблений ибо уже распространился слух о неминуемом изгнании сигванов потом ко взрослым добавилась ребятня уличанские приятели зийко зуйко и слухи начали разрастаться подобно снежному кому люди передавали что на торговой площади состоялась целая битва а телохранитель вен закрыл собой кнесенку и конечно погиб предсмертные слова которые он якобы при этом произнес уже гуляли по городу в нескольких вариантов кто-то утверждал что испуская дух он то ли говорил елень глуздов не о любви то ли сознавался в страшных грехах другие божились будто он завещал оставить свое тело у туманной скалы а третьи намекали на какие-то пророчества чуть ли не о конце света сделаны умирающим волкодав приехал на добром коне и в новенькой рубашке которую гордясь оказанной честью подарил ему один из купцов на торгу по пятам за ним бежала стайка мальчишек иные спрашивали не видел ли он вена погибшего за кнесенку они наверное не часто видели у себя в городе венов а потому и не распознали его коз заплетенных как полагалось убийцы волкодав совсем не собирался рассказывать дома про раны дейрант по его мнению не стоили особого разговора но не тут то было терлорн с неэлит немедленно обо всем догадались и когда разошлись по домам успокойные соседи затеяли лечить его волшебством волкодава это не слишком обрадовала но пришлось уступить лекарь искал на ножах яд на всякий случай сказал анти лорну ладонь ученого мгновенно оказался у него на груди телорн помедлил сосредоточенных море брови и словно к чему-то прислушиваясь и уверенно ответил никакого яда нет потом за него взялась неэлит и принялась водить руками поднося к швам кончики пальцев телорн внимательно следил за ее действиями что-то подсказывал но большей частью одобрительно кивал головой волкодаву казалось будто под повязкой копошились крохотные горячие искры теперь я не смогу все время быть дома сказал он евриху который сидел здесь же и заинтересованно наблюдал надо тебе научиться защищаться как следует мало ли что но я тоже могу за себя постоять сказал друг телорн оно и видать подумал волкодав а вслух потребовал покажи еврих встань пожалуйста у двери начал был мудрец волкодав решительно поднял руку на мне ну ты же ранен ничего тогда сказал ему телорн попробуй подойти ко мне от двери был когда встал двери телорн развернул ноги слегка присел выставил руки ладонями вперед и несколько раз глубоко вздохнул пока ты собираешься скай проворчал волкодав он хотел сказать семь раз зарежут но тут глаза у телорна засветились как два метиста и с коротким возгласом х он прыжком переставил ноги и резко толкнул ладонями воздух волкодав пошатнулся ничего подобного он не ожидал больше всего это было похоже на удар в голову только вот нанесли его с расстояния в несколько шагов и к тому же не прикасаясь удар невидимым кулаком и довольно таки ощутимый одновременно ему показалось будто телорн стал выше ростом грозно раздался в плечах и куда только подевался кроткий мудрец перед ним стоял беспощадный яростный воин способный ну что-то нашептывал волкодаву что действительно так следующим ударом просто выбить из него дух вен с изумлением услышал внутри себя некий голос уговариваешь его отступить унося ноги волкодав пригнулся как против сильного ветра и двинулся на телорна следующая ха ученого чуть не заставил его споткнуться но он продолжал идти если он что и умел так это отвечать на ярость яростью и беспощадностью на беспощадность жизнь научила хакнуть в третий раз телорн попросту не успел прыгнув вперед волкодав мигом скрутил его и прижал к полу и грозный воин немедленно испарился словно мираж которому подошли слишком близко но волкодава снизу вверх смотрел при прежний телорн улыбающийся взмокший и виноватый волкодав выпустил его и сказал все таки ты колдун так я и знал что ты это подумаешь огорчился телорн и принялся оправдываться это совершенно такие же приемы как и те которыми владеешь ты сам только основаны они не на ловкости тела хотя и на ней тоже но еще и на сосредоточении мысли позволяющим направлять ну так скажем духовный удар волкодав оглянулся на нелит значит вот как ты лошадей собралась пугать нелит молча кивнула телорн продолжал эти приемы позволяют обезопасить себя от зверей да и от недоброго человека можно прогнать волкодав заметил меня ты не больно прогнал я осторожничал город объявил телорн ты мой друг и все-таки ранен если ты заметил я тебя по больному месту не бил и честно добавил по правде говоря я бы и тогда с тобой наверное не совладал ты очень сильный подтвердил эврих телорн покачал головой да не в этом дело как же ты такой ловкий в клетку попал спросил волкодав а телорн пояснил что владеющего волшебной борьбой тоже можно смять числом и взять измором что собственно с ним и произошло волкодав решил последовать свой попросил телорна показать телорн поставил на лавку полено и долго объяснял вену как вызвать в себе ненависть как обращать ее в силу и затем как метать в суд противника и правда по намановению его ладони полена взлетала как сдунутое и звонко брякалась в стену был когда в долго пробовал но у него так не получилось наверное кое-что ему все-таки было не дано он умел только гасить лучину издали направляя на нее развернутую ладонь так вены проверяли себя перед поединком желая познать достигнуто ли внутреннее равновесие он не стал ничего говорить хотя и был задет за живой трое суток он не садился в доме за общий стол ночевала во дворе у маленького костерка внутри круга вычерченного на земле на третью ночь он не спал вовсе но никто не пришел должно быть рассудил вен морана смерть сразу забрала своего последователя к себе ой аня и стела здесь добрый вечер как он и предвидел к несенка елень в самом деле несколько дней не выходила из крома и даже из своих хором показывалась редко однако потом все пошло совершенно как раньше стоит только разница что теперь никто уже не фыркал и не насмешничал по поводу телохранителя вена а волкодав невозмутимо стоял у кресла государыни за правым плечом обманчиво спокойно сложив на груди руки и над локтями из рукавов кожаного чехла выглядывала кольчуга он ее и не пытался скрывать однажды на рынке его зазвал к себе какой-то купец и попытался вручить подарок дорогой красивый кинжал купец уверял что не ищет никаких милости к несенке волкодав поблагодарил но подарка не взял телорн по-прежнему пропадал у мастера крапивой дюжи и у ноты провожали ученого туда и обратно 2 вдвоем с крапивой они сходили к стекловару остею и заказали чаши причем повторилась почти та же история что в мастерской бронника любознательный телор начал задавать вопросы и понятно сейчас же был принят запасила потом улечен в колдовстве окончил же тем же что осты и крапива чуть ли не за бороды друг друга взяли оспаривая кому завтра принимать у себя мудреца добрый бронник страшно гордился тем что самой к несенке телохранитель облекал себя в кольчугу приобретенную него в мастерской и ходил гоголем пока кто-то из соседей не умерил его гордость справедливо заметив было бы с чего пыжиться если бы от твою кольчугу вы вот те ножи притупились а так глава восьмая прогулки верхом не слышно и тени придут к твоему изголовью и станут решать наделенной правом суда кого на широкой земле ты подаришь любовью какая над этой любовью родится звезда а ты убаёкана тихим дыханием ночи по-детски легко улыбнешься хорошему сну не зная не ведая что тебе там на пророчат пришедшие власно судить молодую весну и так беззащитно доверчиво будет улыбка а сон так хорош что никто не посмеет мешать и дрогнув смущение хозяйке полуночи зыбкой судьбы приговор погодят над тобой оглашать а с чистого неба сольет месяц свой свет серебристый снопы и охапки и полные горсти лучей черемуха клонит душистые пышные кисти и звонко хохочет младенец прозрачный лучей и что-то овеет от века бесстрастные лица и в мягком сиянии чудо расступится тьма и самая мудрая скажет идемте сестрицы пускай выбирает сама и решает сама волкодав стоял на заднем дворе крома на площадке для стрельбы из лука и бил в цель если не упражняться любая сноровка забывается он стрелял по всякому и просто так и лежа и на вскидку с поворота и бросаясь кувырком через голову из коня сидя на нем охляпь а заодно приручал серка слушаться только колени голоса и свиста бесповодьев увидев подошедшую книсинку он опустил лук и поклонился здравствуй госпожа как твои раны первым долгом спросила она заживают он ответил на мне все быстро заживает госпожа а ты хорошо стреляешь похвати похвалила правительница и протянула потянулась к луку покажи это был могучий венский лук высотой до груди стоящему человеку спряженный добрым мастером из можжевельника и березы оклеенные сухожилиями и рогом и повитой сверху берестой он был способен стрелять и в лютый мороз и под дождем книсинка взвесила его на ладони потрогала вощенную кожаную тетиву и тетива не громко загудела страшное оружие вот из таких и пробивают дубовую доску за двести шагов девушка внимательный с явным знанием дела осмотрела лук и не нашла нигде к несово знамени всю воинскую справу волкодав покупал себе самой за свои деньги ничего вооружение не берешь заметила к несенко что так я не видишь госпожа сказал он я не должен зависеть от вождя к несенко посмотрела на его руки и спросила ни щитка ни перчаток не носишь не боишься пораниться неловко спущенная тетива в самом деле могла покалечить волкодав сказал в моем деле загадя не изготовишься госпожа елень глоздавна попробовала натянуть лук и едва сдвинула тетиву чтобы удержать ее как полагалось возле правого уха требовалось усилие равного в равное весу взрослого человека она немного вымучено улыбнулась и спросила она же и метать умеешь волкодав кивну умею госпожа покажи вен вытащил из ножен тяжелый боевой нож и на отмашней цели запустил им деревянный столб сплошь разлохмаченный прежними бросками упражнявшихся нож слетел с ладони перевернулся и засел войдя в дерево на два вершка волкодав сходил за ним и пришел назад прячу клинок на место к несенко задумчиво наблюдал за ним я не хочу чтобы ты ссорился с лучезаром сказала она погодя волкодав ответил я не ссорюсь твоим братом госпожа она неожиданно попросила научи меня владеть оружием волкодав он подумал и осторожно поинтересовался прости госпожа но ты ведь выросла при дружине как вышло что ты оружию не обучена елене глуздов на ничего ему не ответил только почему-то покраснела повернулась и молчу шла выбрав время волкодав тот же день расспросил правого боярин строго посмотрел на него что еще за любопытство но затем верно рассудил что телохранитель навряд ли спрашивал ради пустой забавы и поведал вену что мать к несенке была знаменитой воительницы государь глузд поначалу состоял у нее простым воеводом она погибла в бою с морскими сигванами и глузд оставшийся растить несмышленную дочку поклялся что не допустит для нее такой же судьбы к нес ее сам не учил и нам заповедовал предупредил он волкодава тот кивнул спасибо за науку боярин ворчливый крут отдал ему в учение двоих отроков лихослава и лихобора благо им по сугубой незнатности их рода посвящение витязи предстояло вовсе не обязательно близнецов так и прозывали братья лихие славные парни дружно недолюбливали лучезара а посему особенность новой службы пришла им как раз по вкусу это же надо же никто из дружины им был теперь не указ даже бояре только я сказал волкодав и ребятам не захотелось с ним спорить он же добавил и к несенка но только в том что охранных дел не касается гораздо труднее показалось братьям другая наука обращать внимание лишь на то что могло как-то коснуться госпожи пропуская мимо ушей ехидные замечания даже прямые обиды обращенные на них самих каждое утро добрый сирко приносил волкодава в крепость и вент спускал сотроков по 40 потов сперва они слегка дичились его а потом привыкли зауважали и даже порассказали ему немало занятного почему-то он исполнить испытал немалое облегчение узнав что лучезар вовсе не был к несенке братом ни родным ни двуродным ее прабабушка доводилась его прадеду сватьей лучезар правда при каждом удобном случае миновал к несенку сестрой зато она братом его никогда а еще была у молодого боярин одна странность временами он запирался у себя и не показывался целые сутки а то и двое при этом лучезар отговаривался нездоровьем у нас как скорее всего именно отговаривался телесной крепости в нем было на троих когда близнецы упомянули об этих странных отлучках что-то сдвинулось в памяти волкодава точно струна самострела от насторожного у звериной тропы и он сразу вспомнил походку левого так не понравившегося ему в день покушения и спросил а не бывает ли боярин перед тем как запираться раздражительный зол братья переглянулись и разом кивнули льняными выхрастными головами еще как бывает тогда волкодав крепко заподозрил что левый был приверженцем серых кристалликов дарующих блаженство дивные сны наяву и шаркающую походку после пробуждения он еще в самоцветных горах насмотрелся на любителей сладкой отравы и знал что она в конце концов творила с людьми он не стал ничего говорить отроком и также подробно расспросил их обо всех остальных обитателях крепости до самого последнего конюха и раба справной телохранитель должен знать все и про молодую чернавку сошедшуюся с витязем и пробеженного слугу быть может затаившего зло и про то в каких местах кнесинка любит собирать грибы и про боярина который того гляди совсем станет рабом серого порошка а значит и людей его доставляющих по вечерам не лет лечила его своим волшебством и через какое-то время он с радостным удивлением обнаружил что перестал кашлять очень скоро хозяйка судеб вновь столкнула их случезарма лбами как-то утром на заднем дворе кроме волкодав объяснял братьям лихим мудреное искусство внезапного боя вот стоял стоял человек безмятежный вдруг взрывается вихрем сокрушительных мгновенных ударов видеть подобное отроком раньше почти не приходилось волкодав знал что в дружинах таким боем гнушались братья лихие тоже сперва морщили нос потом перестали удел витязя честные битвы грудь на грудь да гордые поединки телохранитель дело иное ему лишь бы соблюсти того кого взялся охранять живым и во здравии а честь и славу пусть добывают другие мышь сидевший на плечо волкодава вдруг забеспокоился и зашипел вен оглянулся и увидел шедшего к ним лучезара за молодым боярином следовало двое мужчин которых он сейчас же узнал а узнав насторожился один был тот черноволосый воин жрецов похоже они впрямь выгнали неудачника вышел и шили как рака из полосатой брони а второй второй тогдашний его противник сальвен вот еще двое телохранителей для сестры сказал лучезар обращаясь к правому который редко пропускал случай взглянуть на волкодава и отроков войны что надо к тому же не галерации ни с кем здесь в городе сговариваться не начнут крут нахмурился и спросил черноволосого как тебя звать и почему с проповедниками за море не уплыл звать меня кана он сын кафтина а рот мой войны ответствовал тот судя по акценту его родины был нарлак лежавший к северо-западу от холесуна за горами которые сальвены называли замковыми а вены железными проповедники меня отрешили продолжал кана он и был похоже что он на них по-настоящему обозлился семи городах мечом за их веру стоял мил и хорош был он стоило один раз оплашать он посмотрел на волкодава и сразу отвел глаза а ты повернулся правой к сальвену парень назвался птичьим именем плишкой по его словам он был сиротой и вырос батракому земледельца сигвана а потом сбежал от него и сделался наемником и вот уже семь лет странствовал по белу свету зарабатывая мечом при этом он нажил какие-то неприятности от учеников близнецов и тогда на площади собрался было поквитаться но не совладал а когда те уже уехали увидел кана она чуть не плачу в корчме было и противники хлебнули вместе пивка и тут же уговорились держаться друг дружки вот так они вместе и пришли к боярину лучезару ибо прослышали что госпожи к ней синке могут пригодиться наемные телохранители складно подумал волкодав складно и славно и швить у правого уже и брови от переносицы в стороны раступились да жили-были два храбрых воителя и ратились честно а потом взялись да побратались чё ж тут не понять крут повернулся к нему ты что скажешь вен волкодав пожал плечами глядя глади повисшего на рубахе мыши равнодушно сказал скажу что пока я при кнесинке этим двоим по для нее не бывать ну что дорогие друзья 235 страница вяжем в hottest пахе мыши все время что рекламу Продолжение следует...